Нынешний год президент России объявил годом окружающей среды. В «Газпромнефть» Муравленко решение правительства поддержит целым комплексом мероприятий. Впрочем, и без этого муравленковские нефтяники экологические вопросы ставят в своей деятельности на первое место. Как на предприятии заботятся о сохранности природы, расскажет Евгений Дегтяренко. Принцип экологической безопасности один из основополагающих деятельностей компании «Газпромнефть», уверяют муравленковские нефтяники. Начальник отдела экологической безопасности и охраны окружающей среды «Газпромнефть» Муравленко Велета Сафарова отмечает, год экологии, объявленный российским правительством, на предприятии поддержат реальными делами. «Газпромнефть» Муравленко, как дочернее общество, ставит перед собой задачу минимизации рисков эколого-экономических от осуществления своей деятельности и снижения негативного воздействия на охрану окружающей среды, на экологию. В рамках года экологии в «Газпромнефть» Муравленко будет реализован целый комплекс мероприятий. Программа обеспечения надежности трубопроводов, программа рекультивации нефтезагрязненных земель, рекультивация шламовых амбаров, переработка нефтезагрязненного шлама и грунта. Кроме того, муравленковские нефтяники успешно реализуют программу по утилизации попутного нефтяного газа. На этот год мы запланировали 52 гектара нефтезагрязненных земель рекультивировать. И 47 шламовых амбаров – это историческое наследие. И будет столько же амбаров, 47 рекультивировано, текущего бурения. 20 тысяч кубометров нефтезагрязненного шлама и грунта переработают на специальных установках. Объемы работ, говорят экологи, «Газпромнефть» Муравленко масштабны. Главная задача – нефтяники после себя должны оставить не грязный шлейф мазута, а вернуть природе земли первозданное состояние. Экология производства для предприятия стоит без сомнения на первом месте. Ни как жители города, нефтедобытчики не безразличны к окружающей среде. Поддержат «Газпромнефть» Муравленко и общегородские экологические акции. В нынешнем году планируется провести несколько субботников по очистке от мусора мест массового отдыха горожан. Первая акция намечена на 5 июня, когда в России будут отмечать День экологии.